Пять организаций Чувашии получили гранты главы республики для поддержки инновационных проектов в сфере культуры и искусства в размере 100 тысяч рублей. Среди них Госархив электронной и кинодокументации, а также Шумерлинская средняя школа номер 3. На что победители направят денежные средства, узнавали мои коллеги. 75 лет назад здесь были вырыты окопы, траншеи, противотанковые рвы, установлены дзоты и доты. Все для того, чтобы в случае прорыва обороны Москвы задержать гитлеровские войска на подступах к Казани. Сурский рубеж обороны растянулся от Ядрины до Пензы. Построили его в рекордные сроки – три месяца. Часть его, 380 километров, пришлась на территорию Чувашии. Спустя годы этот участок недалеко от Шумерли реконструировали. Инициатором выступили педагоги средней школы номер 3. В школьном музее собрали некоторые экспонаты, стали проводить экскурсии на самом рубеже. Наш проект получил название «Историко-туристическая краеведческая экспедиция «Сурский рубеж обороны». Он нацелен на то, чтобы дети нашей республики могли проникнуться историей и совершить поход одного дня. Вот буквально сегодня здесь работает поход одного дня, где ребята пытаются добыть огонь естественным путем и сориентироваться на местности. Все желающие могут полазать в окопах, побывать в землянках, посмотреть на площадку под артиллерийскую установку. В музее под открытым небом работают опытные специалисты. Проект постоянно развивают и обновляют, в основном на общественных началах. Педагоги говорят, грантовая помощь как нельзя кстати. Уже решили, на что направить денежные средства. На сегодняшний момент приезжает достаточно большое количество экскурсий сюда. Поэтому вот красивую озвучку через современную аппаратуру, высококачественную, через систему баннеров, всевозможных указателей, возможно было бы презентовать этот «Сурский оборонительный рубеж». Применение гранту нашли и в Госархиве электронной и кинодокументации. Денежные средства необходимы для проекта «Кино под открытым небом». Это такой культурный, можно сказать, будет киномарафон по городам и районам республики. И в рамках фестиваля планируется показ художественных документальных фильмов из фонда архива. Все кинопоказы будут осуществляться с помощью Многофункционального культурного центра «Киномобиль». А для качества фильмов будет приобретен большой надувной проекционный экран. Киномарафон стартует в сентябре и пройдет в пяти городах республики. Грантовая система финансирования помогает развиваться инновационным проектам и поддерживает уже существующие. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Олег Кикимов, Республика.